Европы в залах 2005 года Татьяна Лёвина. Татьяна Лёвина воспитанница Людмилой Федоревой. Ну, спортсменка, которая, я говорю о её победе в эстафете, она прекрасно знает, как бежать. Заслуженный мастер спорта, она москвичка. Вот она у нас. Я уже говорила вам о том, что шесть побед мы одерживали на чемпионате мира в залах. Только на первом чемпионате мира, когда мы выступали ещё в сборной Советского Союза, мы не одерживали победу. Один раз были дисквалифицированы, и шесть раз мы не проигрывали никому. Итак, Татьяна Лёвина, именно она сейчас возглавляет бег белорусский. Наталья Сологуб, нет, Наталья Сологуб уже я смотрю на второй позиции, потому что вперёд выходит та самая Каражина Прохобик, о которой я говорила, о которой четвёртая на чемпионате Европы в залах была. Но Татьяна Лёвина передаёт Наталье Назаровой, да, не сложилось в личном виде, да, не сложилось на дистанции 400 метров, когда она была четвёртая лидер мирового сезона, единственная спортсменка, которая в нынешнем году меняла 50 секунд. Но Наталья Назарова ещё, как минимум, трижды была победительницей в советах на чемпионатах мира. Наталья Назарова также воспитанница Людмилы Федоревой. Друзья, мне кажется, вот сейчас кульминационный момент эстафеты. Назарова на финишной прямой гладкого бега на 400 метров финала, как вы помните, подустала сильно. Вот сейчас очень важно, чтобы у Наташи всё было хорошо. 70 метров до финиша. Моника Бежнар, которая неоднократно также представляла свою страну в советах и Анна Козах. Это были спортсменки, участницы второго этапа. Сейчас Олеся Красномовец. Первое, что надо сказать, это победительница чемпионата мира. Здесь у неё классное настроение. Она выиграла здесь дистанцию 400 метров. Олеся Красномовец увеличивает, увеличивает, увеличивает дистанцию. Между собой и польской спортсменкой, которая следует на второй сейчас позиции. Марта Шруст. Минута 42.82. Два этапа. Это почти по графику мирового рекорда. Почти по графику. Нужно напрягаться сейчас нашим девушкам. Борьба сейчас идёт за второе место. Ну и сейчас Олеся Красномовец будет передавать и сопетную палочку. Давай, надо было на вытянутой руке чуть-чуть по финале скорости. Наталья Антьюк, бронзовому призёру Афин Олимпийских игр. 2.33. Может Антьюк пробежать? Может. 50 секунд схода. Ну, конечно, задача непростая. Но Наталья Антьюк может привести нашу команду к мировому рекорду. Но результат нужно показывать сходу. 49 с половиной секунд. Сможет ли Наталья это сделать? Ну, это всё-таки схода. Не со старта. Хотя замешкались девушки при передаче. Напомню, что и в этой, ну, можно сказать, уже победе участвовали ещё и Юлия Гущина и Татьяна Вешкорова, которые бежали в предварительном раунде. Ну, что же, Наталья Антьюк, Наталья, это 3.18, 19, 20, 22, да, 24.91. Одна, нет мирового рекорда, но и очень хороший результат. 3.24.91 секунды. И наши девушки, чемпионки мира. Ну, кто бы сомневался. Татьяна Лёвина, Наталья Назарова, Олиса Красноморец и Наталья Антьюк. Победительницей чемпионата мира 2006 года. Уже в который раз победа наших соотечественников. Время американок. Это их лучший результат в сезоне. И на третьем месте белорусские спортсменки. С результатом 3, 28 и 65. Субтитры создавал DimaTorzok.